Нужна помощь. Именно с этой фразы в большинстве случаев начинается разговор людей, когда они приходят на личный прием к руководителю районной администрации. Алексей Валов в это воскресенье провел его в сельском поселении Трубинское. В приеме принял участие глава поселения Виктор Углов. Большинство обращений по поводу жилья. Надежда Ферганова из Трубино просила о том, чтобы был сделан ремонт ее дома. Дом рушится. У нас самое главное сейчас крыша стала рушиться. Она провисает. Стропилы надо смотреть уже. И все эти вот коньки, которые стыки, они прогнили деревянные и все разваливаются. Можно прям пойти вот так вот и посмотреть. Но надо жильцами смотреть. Алексей Валов, соглашаясь с тем, что ремонт требуется, счел необходимым взглянуть на проблему шире. Примерно та же проблема проживания в ветком жилье. У жительницы Гребневского лесничества Елизаветы Вагуевой. В кухне это самое. Пол провалился. Я его... Ну, у меня по частям провалилась. А в комнате у меня вот такая дыра по полу, по стене. Но каждый случай, что называется, отдельный. Если бы жительница стояла в очереди на получение жилья, ее проблема была бы давно решена. Но она выбыла из очереди из-за проведенной приватизации. Как быть? На приеме ей подсказали решение. Провести через суд расприватизацию. Елизаветы, Алексей, договорились, да? Документы у вас на жилья приватизацию примут, помогут в суде, кто бы расприватизировал. Все подскажут. У Нины Савченко из Трубино вопрос упирается в газопровод. Она устала иметь дело с печкой. Попросила привезти в ее дом, где есть две квартиры, одна из них ее, газовые трубы. Обратилась за помощью в газификации этого дома. Ну, появилась у меня надежда на то, что помогут мне руководители. Спектр вопросов, с которыми обращаются жители, разнообразен. И ремонт дороги на улице Молодежная, и перенос остановки автобуса, и оформление земли в собственность. Но все-таки главная проблема в Трубинском – ветхое жилье. Сегодня актуальная тема – ветхое жилье. У нас имеется программа и ведем строительство в поселке Литвиного новое жилье. Частично за счет этого будем решать вопрос переселения из ветхого жилья. Согласен с главой поселения и Алексей Валов. Даже несмотря на то, что на этот прием не пришли, как это уже бывало, жители, которые ждут, не дождутся, когда будут построены новые дома, руководитель администрации указал до необходимости срочно решать проблему долгостроя. Возникает задержка в сроках сдачи и оттягивание сроков сдачи. Нам это очень некомфортно, потому что мы понимаем, что от этого страдают жители. Поэтому выезжаем, работаем, заставляем, принимаем все меры для того, чтобы застройщик, несмотря на экономические трудности, все-таки сдал 14-й дом и, соответственно, дальше продолжал строить следующий застройщик. Андрей Цехадович, Александр Раджевский, телерадиокомпания «Щелково».